МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа НОВИНЕРГИЙОНА, у студии Алена Милешанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. А повещали керамонпечь и новая проводка. Як рахтуют життё подчас отяпляльного сезона? Сумма больше за 400 базовых величин. Такую шкоду природі Могилешану сяго за сутки нанесли браконьеры. Здоровый лад життя – это модно. У адным з лицею Могилёва зладили фитнес-марафон. Чверцы у сих пожару здарается одне справного пятшного отяплення, говорить у областном управлении по надзвучайных ситуациях. И с надыходом холодов, колькость подобных у сгорания повеличивается пропорционально понижению температуры. Каб продухелить трагедии специальной комиссии, постоянно обыходят приватные домы. У початку весны, каб выявить порушения, а на пяры дни отяпляльного сезона, каб проверить, як их выправили. Одны з самых отказных адресоу, где проживают одинокие старые и инвалиды. Яуген Анатольевич показывает свою практично новую белую печку. Такой она стала после капитального ремонта. Весной пожарные дали предписание, печцы больше за полвека, да помогли справой у Центра социального обслуговывания насельництва. Сейчас она даже немножко там модернизирована. Стала лучше работать, печь. Лучше тяга стала. Она быстрее нагревается, меньший расход топлива. Яуген Анатольевич заявляется офицейным опекуном своей мати. Ей у листопаде исполняется 90-х годов. Ена инвалид, сын на пенсии. Тому социальные работники и уключили ГТ-адрес в специальную программу и провели ремонт за державные сродки. В данную программу в 2012 году включено 121 гражданин. Предварительно мы выезжаем, осматриваем. Действительно требует ремонта. Совместно с подрядчиками также составляется смета, на которую сумму необходимо провести работы. Такая супротпожарная профилактичная работа во всех на керунках дает свой плен. Колькость пожара у Воголя на Могилевшине снижается. Допомогают и сушастные меры перостероги. Однако, как показывая практика, без уваги самих жильцов, без пеки добиться складана. Необходимо печь постоянно наблюдать. Также не нужно забывать, что ее необходимо перед началом отопительного сезона почистить дымоход и потом производить очистку 20-3 раза в период топки. Катярина Городницкая, Александр Тарасов, Новины региона. Чатьвер один и санитарный день. Коллективы, предприемства и организации, коммунальные службы займаются наведением парадку. Уборка восенской листоты и сметцы по силах и мясовым жахарам. А вось рекультивации мини-полигона, установкой контейнерных пляцовок, боротьбой с борщовником, займаются специализованные службы. До приклада у Могилеве коммунальные службы каля шмат поверховых домов все лето створили у агульной колькости 5 гектаров газонов. Одна из цикавых зеленых зон отпочинку заявилась по улице Сурганова. На просьбу коммунальников, допомогавши убрать территорию, отгукнулись и активные жахары. ЖУ-6 развесило объявление, что проводится чистый четверг. Мы решили выйти, помочь. За предприемствами замоцована не только ближайшая территория. До приклада, работники завода «Зенит» зараз убирают смеси и листоту для приватного сектора. Те, которые цеха задействованы в прямом производстве, они работают. Мы, скажем, вспомогательное производство. Потому на какое-то время производство может обойтись без нас. Мы каждый четверг своим предприятиям выходим на уборку приезжающих территорий. Значная частка работы у наведения парадку гэты бородьба с борщовником. У Могилевской области им забруджено 136 гектаров. И все лето, яго активно выкошивали, не дозволили засвистить, чем и скоротели, далейшее распаусюдживание. Ящий один актуальный на промах дейности – рекультивация мини-полигонов. На сегодняшний день 9 мини-полигонов рекультивировано. Осталось 2 для выполнения задания. Но они все в работе. То же самое 16 карьеров планировалось внутрихозяйственных рекультивировать. Все они рекультивированы. И проводится дальнейшая работа. До речи, 28-го Кастрышенька у Могилеве пройдя городский субботник по наведению парадку на земле. Идею областного центра поднимали усе районы. Татьяна Сергеевич, Виталь Бопсев, Новины регионы. Два факты браконьерства выявили за сутки у Могилевской области. У приватности у Осиповицким районе поля уничея с дабыли дека без документов. Причем керывал поля уанним человек, який повинен его контролювать. Мясовый егер. У Осиповицким районе супрацовники инспекции охова живельных и рослинных свету спынили для проверки два автомобиля. У их находилась шастера человек и две туши с добытых деков. На месте остановки автомобиля находился непосредственно руководитель охоты. Это егер Осиповицкий росырговый убор. При проверке документов было установлено, что охотничея документы, позволяющие добывать данных охотничих животных, имеются только на одно добытое декое животное. Поля уничеих разом с егером затрымали. Шкоду, яку яны нанесли природе, оценили у 120 базовых величин. Тепер у односных дезатрыманных проводят следшие деяния. Им погрожает криминальная отказность. А в Глечовском районе шукаются браконьеров, которые забили ласиху. Шкоду природе от незаконных опалеваний тут оценили у 300 базовых величин. Без газу, грачи воды и отепление живут же хары дома номер один по улице Телли-центр, что в Палыковицких хуторах под Могилевым. Коммунальные службы вырошили перевести дом на природный газ и обсталевать квартиры индивидуальными отепляльными котлами. Могля, утримливать целую котельную для отепления и подогрева воды один гана в улицу дома нем это сгодно. Вот только работы затягнулись. Наши корреспонденты выехали на место разом с представниками Раевы Канкама и попробовали разобраться у ситуации. Вот плитка, вот чайник. На газовой плите Лариса Викторовна давно не готуя, у доме три месяца не магазу. Каб приготовать ежу, пенсионерка включает электроплитку и электрочайник, а каб согреться – обгарвальник. Электроэнергия уже зашкаливает. Понимаете, вот мне положено 150 кВт. Но меня там уже столько накрутило, что плитка работает целый день, чтобы приготовить обед. Если включаешь микроволновку, то все. У меня плитка и микроволновка вместе работать не могут. Выключается свет. У середини липеня у доме отключили газ, пошли работы по реконструкции усей отепляльной системы. Скончить их плановали у жнивни, а ле подрадшек затягнул стервенными. Жихары дома стали скардицца у райвы Канка. Им пообязали, что до газу подключат 10-го вересня. А ле на календары уже середина кастрышника, а у кватерах пакуль ни газу, ни отеплення. Были договорные отношения и обязательства. Какие-то были изменения в проекте с методом документацией. Были какие-то недоработки проектантов с подрядчиками, ну и в том числе заказчик, скажем так, трехсторонние отношения и работа. Где-то были упущения. У Владимира Яскевич взял проблемы под особистый контроль. Пообязал что дня проезжать на объект и информовать Жихару про ход работ. Есть договоренности, что буквально день-два материал сюда прибудет. Корректировка вся проектной документации произошла. То есть в райсполкоме сегодня тоже на более жесткий контроль все взято. Я думаю, что два-три дня и в субботу состоится пуск газа. Жихары дома номер один по улице Телецентр стверждает, что за отсутствие газа и отепления у них каждый месяц перерасход по электричности. Люди оплачивают его по повышенному тарифу. Жихары дома мают намер спагнать свои гроши с недобросумленных подрядчиков. И представители Улады пообязали им у этом допомога. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, Новины региона. Замес уроков активная тренировка, а замес строгой формы – спортивная. Один в учебный день у Могилевским профессийным лицея номер 9 переутворили у фитнес-марафон. Таким спортивным святом профсоюз Будовников вырешил показать молоде, что здоровы ладжиття – это модно. Усе занятки и конкурсную программу молодежного фитнес-марафона тренеры распроцовывали специально для каждой группы удельников. Активисты профсоюза имкнутся клопотиться не только противопережных своих работников, а и про будущих специалистов. Стройка – это один из направлений, которые работают в любую погоду. Здоровая нация, здоровые люди, здоровые строители – они задают меньше вопросов. Они выполняют свои показатели гораздо выше. После тренировки конкурсы натрывались и у знагороджения переможцев. Организаторы кажут, фитнес-марафон у лицея – только первая ластука этой масштабной акции. Надеемся, что таким образом мы вовлечем всю нашу рабочую профсоюзную молодежь и учащуюся в данное мероприятие. В перспективе до фитнес-марафона долучится Бабруйский Будовничный колледж, а после его и Будовничное предприемство всей области. Дарья Семянько, Александр Тарасов, Новины региона. Самые актуальные новины нашей области вы можете увидеть и на нашем сайте. А я на этом с вами разведусь и желаю вам доброго настроя. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова